Добрый вечер, в эфире ВЕСЬ Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Республиканская столица преображается. Какие работы проведены и что учитывается при реализации национальной программы по благоустройству? Какие дополнительные услуги можно получить по принципу единого окна? В многофункциональном центре Карачаевска побывала съемочная группа вестей. Синдром приобретенного иммунного дефицита. Сегодня день борьбы со СПИДом. Причины возникновения – диагностика и методы лечения в нашем репортаже. Коробка храбрости. Акцию под таким названием провели сегодня в Республиканской детской больнице. В региональной столице для обеспечения безопасного передвижения по улицам города установлено дополнительное освещение, пешеходное ограждение, заменены несколько светофорных объектов, отремонтированные тротуары. Кроме того, на 28 участках дорог общей протяженностью более 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. Насколько долго прослужат отремонтированные дороги, выяснял корреспондент Артур Мкце. Этот участок автомобильной дороги по улице Панфилова в Черкесске был сдан в эксплуатацию к началу осени текущего года. Строители оперативно и качественно выполнили весь запланированный объём работ. Прошло всего два месяца, и сюда впору снова отправлять ремонтников. Благодаря стараниям кого-то из местных жителей, проезжая часть обзавелась собственной траншеей. Даже немного обидно за автомобилистов, которые могут повредить транспорт на, казалось бы, отремонтированные по национальному проекту дороги. И это, увы, далеко не единичный случай в региональной столице, когда созданное для людей ими же и ломается. Два года назад, после нескольких испорченных подобным образом обновлённых дорог, депутаты городской думы обращались к республиканским коллегам с предложением ужесточить ответственность за самовольно разрытые участки. Были установлены параметры штрафов. Осталось, видимо, определить, кто именно будет контролировать и наказывать нарушителей. Ведь даже когда инициаторы порчи пытаются залатать дыры, делают это так, что через считанные месяцы ремонтировать придётся по новой. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия. Пять лет. В течение пяти лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. Контролировать состояние отремонтированных дорог обязаны подрядные организации. Поэтому в их собственных интересах находить тех, кто портит то, во что вложены немалые деньги и усилия. А объёмы выполняемых ежегодно работ действительно впечатляют. Помимо обеспечения безопасного передвижения по улицам Черкеска за счёт установки дополнительного освещения, пешеходных ограждений, замены светофорных объектов, в рамках национального проекта только в 2022-м отремонтированы 28 участков дорог общей протяжённостью более 13 километров. Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорог. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены. Остались мелкие недочёты, которые подрядчик исправляет. По словам представителя городского управления жилищно-коммунального хозяйства, ежегодно при формировании адресного перечня дорог для реализации национальной программы учитываются пожелания граждан, а также необходимость организации логистики через социально значимые учреждения. Артур Махца, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Создание многофункциональных центров МФЦ, получение населением государственных муниципальных услуг стало намного комфортнее. Но в городе Карачаевске пошли намного дальше в решении вопроса упрощения и комфорта при получении услуг населением и создание принцип единого окна и для оплаты коммунальных услуг. И всё это можно сделать всё там же, в МФЦ. Мадина Каракетова пообщалась с довольными клиентами. Ирина Шаманова сегодня впервые оплачивает счета по коммунальным услугам в многофункциональном центре в Карачаевске и уже оценила новшества. Мы не знали, нам сказали, очень приятно, были удивлены, очень удобно стало для нас. К коммунальные услуги мы ходили в расчётный центр, оттуда ходили в теплосеть, было очень неудобно. А здесь всё очень хорошо, здесь подошли, нам подсказали, касса рядом, подошли, оплатили и пошли. Очень удобно для всех. Идея создания единого окна РКЦ в многофункциональном центре возникла довольно давно. Были обращения, просьбы от жителей, в основном от пожилых горожан и многодетных семей, рассказывает исполняющий обязанности руководителя Карачаевским городским МФЦ Далхат Каркмазов. Да и само руководство МФЦ давно вынашивало идеи, как ещё больше упростить жизнь горожанам. На сегодняшний день МФЦ предоставляет 48 государственных услуг, 58 региональных услуг и 138 муниципальных услуг. Мы можем ещё также, согласно агентским договорам, принимать приёмы плачжей по коммунальным услугам. То есть это в городе Тибердея можем принимать город Карачаевск и Орженикидзе. Идея эта появилась у нас по многочисленным, большинству, наверное, по многочисленным просьбам жителей города Карачаевска. Население нашего города может оплатить все коммунальные услуги в едином окне. То есть человек приходит за раз, оплачивает все коммунальные услуги, имеется за свет, за воду, за вывоз мусора. Это можно осуществить за один раз. На сегодняшний день Единая РКЦ является неотъемлемой частью МФЦ Карачаевска. Причём, рассказывает Алхат Каркмазов, пока МФЦ Карачаевска единственная на всём Северном Кавказе, который ввёл такую удобную для населения дополнительную услугу. Можно сделать ещё удобным способом, допустим, по госуслугам назначить день, назначить время, прийти за самое минимальное время, оплатить за ЖКХ, за минуту, за 20, за 30 успехов. Алхат Каркмазов также напомнил о расширении экстерриториальных услуг многофункциональных центров. И это означает, что за услугой можно обратиться в любое МФЦ или ближайшее подразделение, и не важно, где человек зарегистрирован или проживает. Для руководства МФЦ помимо создания комфортных условий для населения важна и погода в многофункциональном центре, и важны критерии при подборе операторов, помимо знания ими должностных обязанностей, вежливость и доброжелательность при общении с клиентами. Люди здесь очень доброжелательные, работники, помогают во всем, делают работу очень быстро, хорошо, слаженная работа, очень хорошие, доброжелательные люди. Спасибо им большое всем. Напомним, что такие же единые окна РКЦ при многофункциональных центрах, как в Карачаевске, функционируют в Тиберде и Орженикидзевском. И это не предел совершенствованию, обещают. В МФЦ Мадина Каракетова, Расул Пердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14. Температура ночью минус 4, плюс 1, днём 2-7 градусов выше нуля, и в горах местами до плюс 12. В Черкесске без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду, и порывы будут до 14. Температура ночью минус 1, плюс 1, а днём 3-5 градусов выше нуля. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите! 5-8-5 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 5-8-5 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9-0. Сегодня во всём мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Памятная дата приобрела статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией. Всемирный день борьбы со СПИДом сохраняет свою актуальность, напоминая о том, что вопрос повышения осведомлённости о ВИЧ-инфекции очень важен. Что нужно знать о вирусе, иммунодефиците и как с ним жить, расскажет Харча Биджеев. На сегодняшний день ситуацию с ВИЧ-инфицированными в Карачево-Черкесии можно считать спокойной. На диспансерном учёте стоит порядка 872 человека. Больные с иммунодефицитом получают соответствующую помощь, и она абсолютно бесплатная. ВИЧ-инфекция не является смертельным приговором. На самом деле, при правильном и своевременном лечении, эта болезнь становится обычным хроническим заболеванием. Смертельным она становится только в одном случае, когда больной запускает свою болезнь, и она переходит в стадию СПИДа. Многие часто путают ВИЧ и СПИД. В действительности разница очень большая. И состоит она в том, что СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции, когда уже происходит снижение иммунитета. В таком случае больному срочно нужно обратиться за помощью к специалистам. Мы делаем всё возможное для того, чтобы, в общем-то, как можно больше пациентов с данной инфекцией получали адекватную терапию. Плюс, параллельно к этому, часть пациентов получает ещё и терапию таких сопутствующих заболеваний, как хронический вирусный гепатит С, что тоже немаловажно. Синдром приобретённого иммунодефицита – ВИЧ. Что же мы знаем о нём? За годы распространения этого заболевания вокруг него появилось множество мифов. Вот один из них, который достаточно распространён. Это то, что ВИЧ передаётся через бытовые принадлежности. В таком случае предметы личной гигиены должны быть покрыты кровью больного. Для того, чтобы заболеть, должна быть свежая кровь. Потому что, собственно говоря, вирус иммунодефицита человека, он не такой устойчивый, как, допустим, вирус гепатита B. Также ВИЧ-положительный статус – не повод отказываться от желания стать родителем. В настоящее время семейные пары с ВИЧ могут родить здоровых детей. В этом помогает лечебная лекарственная профилактика. Женщина с ВИЧ во время беременности, если принимает высокоэффективную антиретровирусную терапию, строго по назначенной схеме, она позволяет не только защищать ещё не родившегося ребёнка, но и позволяет сохранить иммунную систему самой матери. С понижением иммунитета возрастает и риск заболевания гепатитом всех видов, а также многих других заболеваний, которые приведут больного к летальному исходу. И потому доктора призывают не откладывать поход врачу, соответственно, и лечение, ведь ВИЧ – не приговор. Харчабиджиев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И сегодня же в Индустриально-технологическом колледже города Черкеска прошло мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Студенты колледжа могли пройти анонимно экспресс-тестирование на выявление болезни иммунодефицита. По словам организаторов, подобная практика позволяет молодым людям узнать результат ВИЧ буквально за 10 минут. В свою очередь представители Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом перед проведением теста подробно рассказывали, какими путями может передаваться данное вирусное заболевание. И отмечают, что очень важно напомнить молодым людям, как себя обезопасить от заражения. Помимо этого, для студентов организовали небольшое представление, посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом. Сегодня мы проводим мероприятие совместно с тестированием на ВИЧ. Тестирование проходит в экспресс-форме. То есть в течение 10 минут ребята получат уже результаты анализа. И тесты нам предоставил Карачаево-Черкесский региональное отделение российского Красного Креста. Поэтому мы их очень благодарны, потому что, конечно, ожидать результаты анализа долго молодежь у нас не очень хочет. А тесты бесплатны, анонимно проводятся. И каждый желающий, кто хочет, может прийти и сдать. Сегодня представители регионального отделения «Единой России» провели в Республиканской детской больнице акцию «Коробка храбрости». Депутаты парламента Карачаева-Черкесии, учащиеся у Жигутинского городского образовательного учреждения, встретились с медперсоналом, юными пациентами учреждения здравоохранения. Они привезли с собой игрушки как награду детишкам за терпение во время прохождения болезненных процедур. Активное участие в ней приняли учителя и обучающиеся лицея номер один города Ужигуты. Нами собрано 325 подарков для детей, которые находятся в больницах. И наши дети с большим удовольствием приняли участие в этой акции. Принесли игрушки, наборы для творчества, канцелярские принадлежности. «Единая Россия» проводит множество акций, приуроченных к дню рождения партии. Сегодня, 1 декабря, день рождения «Единая Россия», исполняется 21 год. По всей стране начались приемы граждан по различным вопросам, начиная с социальных, кончая проблемами семей мобилизованных. Эти приемы будут проводить как депутаты регионального уровня, муниципального уровня, так и депутаты Государственной Думы, сенаторы. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!